МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, вам слово. По телефону 457-66. А теперь мы предложим вам посмотреть статистику. Итак, на сегодняшний момент уже проголосовало в Наринмаре 6,5 тысяч избирателей. Это примерно 20%. В округе эта сумма равна почти что 17%. Напомню, губернатора выбирают в 20 муниципальных образованиях. Самые активные Коткинский, затем Тельвисочный, Юшарский и поселок Андерма. Наринмары и поселок Искателей на последних строчках. В принципе, я думаю, что это еще все поправится, так как время еще рано. Хотелось отметить, что выборы сейчас протекают очень хорошо. И сейчас я могу пообщаться с человеком-легендой. Со мной готов пообщаться Василий Петрович Самойлов. Это человек, который прошел Великую Отечественную войну. Сейчас он рядом со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Петрович, уже выбор сделали? Да, проголосовал. Кстати сказать, я ни одних голосований не пропускал за всю свою жизнь. То есть уже не вспомнить, сколько их было? Ой, нет, не вспомнил. Но самое первое голосование, ну, за ним не голосовал, а участок голосования готовил в начале 60-х годов, когда были первые выборы в Верховном и Северном. Не помню, РССР или РССР. Мне, как тогда молодому пионеру и другим товарищам, было поручено украсить участок избирательный. И, знаете, такое праздничное настроение тогда было. Мы, что, мне было поручено нарвать слеток, за реку съездить. Ну, с группой товарищей. Брату моему было собрать бутылки для того, чтобы сделать вазы. Мой отец, Санан Ивановичем Безумов, а потом завтра в Крыманове здесь был, они резали эти бутылки и делали вазы. Василий Петрович, а вот сейчас, по Вашему мнению, какая атмосфера выборов? Вы знаете, что очень разная. Очень разная. Ну, например, мне кажется, что большинство людей все-таки выборный день считают праздничным днем. Я, например, считаю это праздничным днем. Почему? Логично, конечно. Потому что я выбираю новый состав и администрации, и советов. Я хочу, чтобы туда попали люди, которые достойны всего. И поэтому праздничный день еще для меня. Потому что я своих кандидатов ввожу, пойдут, они не пройдут, но ввожу список этих избирателей. Это же прекрасно. Я очень хочу, чтобы мои руководители умные, порядочные, хорошие. Это что-то безусловно важно. Спасибо вам большое. Сейчас мы узнаем, есть ли уже на этот момент какие-то нарушения на избирательных участках. Это нам расскажет Лариса Викторовна Сверидова, секретарь избирательной комиссии Ненецкого автономного округа. Лариса Викторовна, ну, как дела у нас, собственно? Еще раз добрый день, уважаемые избиратели. На сегодняшний момент жалоб и обращения или заявления у нас не зарегистрированы. Нарушения у нас отсутствуют на избирательных участках. Мы хотели бы сказать, что сами участковые избирательные комиссии обеспечивают порядок на избирательных участках. Если же, конечно, у нас будут кризисные моменты, понятно, что их поддерживают в этом случае правоохранительные органы. На каждом избирательном участке у нас сегодня дежурит полицейский, и, конечно же, они помогают и в тесном сотрудничестве работают с участковыми избирательными комиссиями. Лариса Викторовна, вот когда же все-таки первые результаты станут известны для жителей округа? Понятно, что у нас избирательные участки закончат свою работу в 20.00 сегодня, 15.09. Мы постараемся в результате общего сведения предварительные результаты объявить ближе к обеду. И окончательные результаты мы подведем уже в течение 3-4 дней, подписав итоговый протокол. Спасибо большое. У нас еще есть информация интересная. Вот недавно смотрел график, с каждым часом явка избирателей все выше и выше. Ну и, безусловно, выборы коснулись совершенно всех, в том числе и прокуратуру Ненецкого округа. Сейчас рядом с вами находится сотрудник, представитель. Скажите, пожалуйста, как прокуратура работает на выборах? Ну, надзор за исполнением законодательства в выборах прокуратура округа является приоритетным направлением деятельности. В целях обеспечения законности период проведения избирательной кампании, а также выборов 14 сентября текущего года создана межзвездная рабочая группа, в состав которой вошли представители правоохранительных органов, а также избирательная комиссия Ненецкого округа. В рамках ее деятельности нами обеспечено соответствующее безопасное пребывание граждан на избирательных участках, также осуществляется межзвездное информационное взаимодействие. Что хотелось бы отметить, в ходе пройдения избирательной кампании нами выявлялись нарушения действующего законодательства. Так, по результатам выявленных нарушений нами внесено одно представление, опротестовано два нормативно-правовых акта. Ряд должностных лиц органов местного самоуправления предостережены о недопустимости нарушения закона. Кроме того, нами осуществляется надзор за исполнением законодательства о выборах и в ходе проведения выборов. Работники прокуратуры осуществили выезд на избирательном участке, расположенном в городе на Оренмаре, поселках Искатели и Красное. Нарушений выявлено не было, выбор проходит в режиме текущем. Кроме того, у нас организовано дежурство оперативного состава в целях своевременного и законного рассмотрения обращений граждан. Также на контроле прокуратуры округа находятся вопросы законности рассматриваемых обращений, которые поступают в правоохранительные органы и избирательную комиссию. Что хотелось бы отметить, что обращаем внимание жителей неискотного округа, что обо всех фактах нарушений законодательства о выборах необходимо обращаться в соответствующую избирательную комиссию, правоохранительные органы, в суд, а также в прокуратуру округа. В общем, безнаказанным никто не уйдет. Спасибо большое. Я напомню, это уникальное информационное табло, оно отдает самые последние свежие данные почти ежечасно. Вот сейчас еще раз напомню вам, на этот момент уже проголосовало в регионе 16,26%. Избирательная явка с каждым часом увеличивается. Но несмотря на то, что сейчас на улице дождь, я думаю, что вас это не остановит. Вооружайтесь зонтиками и вперед на выборы. Ирина. Спасибо, Олег. На прямой связи со студией был наш корреспондент Олег Хатанзейский. Мы снова свяжемся с ним в наших следующих эфирах. Постепенно к избирательным участкам подходит все больше людей. По словам председателей территориальных комиссий, в утренние часы приходят голосовать пенсионеры, к обеду и к вечеру подходят работающие и молодежь. Это же можно сказать и о безбирательных участках лесозавода и поселка Искателей. Там побывала Валентина Чибичек. На часах только пробило 8, а члены участковых комиссий уже принимают первых посетителей. Как правило, это люди высокого возраста, у которых впереди много дел. И перед тем, как их начать, надо сходить на выборы. А у меня сегодня дела попозже есть. Ко мне гости придут. Поэтому я с утра пораньше, чтобы не забыть. И это сразу. Мы всегда ходим. А кто за нас будет решать вопросы, кому там быть, за нас пониже. Мы должны выбрать тех, кого считаем нужным. Поэтому голосуем. Всегда ходим. Активность на Ренмарцев традиционно высокая. Председатели участковых комиссий из года в год фиксируют все большее количество голосующих. В этот год, когда выборы проходят сразу на нескольких уровнях власти, комиссии ожидают еще больше активности. Я думаю, что на Ренмару у нас вообще как бы политически грамотные люди, активные и постоянно по своей, как говорится, территории, о своем городе заботятся. И я думаю, что все подумают, делают правильный выбор. И они делают это для себя. Я думаю, что приходят они сознательно. Работа с избирателями в этом году особенно тщательная. Надо им помочь разобраться в количестве и предназначении бюллетеней. Прописанные в городе получают по 4 бланка, жители-искателей по 5. Если возникают трудности с заполнением, на помощь всегда приходят члены УИК. Голосующим впервые, как всегда, небольшой подарок. Обложка для паспорта и главный закон страны – Конституция. За внимание и желание участвовать в судьбе региона. Пока избиратели голосуют, члены участковых комиссий уже думают о подсчете голосов. На участке номер 39, что в искателях, в этом плане все просто. Там установлены КАИБы. Комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней позволяют максимально быстро узнать итоги голосования. Как только голосующий опускает бюллетень, автомат сам считывает информацию и в конце дня выдает протокол. У нас КАИБ все автоматически посчитает. Мы единственное занесем данные, которые у него нет. То есть это количество избирателей, проголосовавших, количество избирателей в списке, которые у нас, количество выданных избирательных бюллетеней, погашенных. То есть вот такие. А то, что по позициям, он посчитает все сам. Уже к 10 часам вечера на участках с КАИБами будут известны итоги голосования, тогда как на остальных намного позже. Напомним, подсчет голосов начинается после 20 часов. Валентина Чебичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Напомним, голосование проходит во всех муниципальных образованиях округа. Кроме губернатора и окружных парламентариев, на селе выбирают депутатов Совета Заполярного района. Кроме того, в Амдраме, Коткино и на Колгуеве глав сельсоветов, а в Бугрино депутатов поселкового совета. Наша съемочная группа побывала в Красном и посмотрела, как выборы проходят там. Участковая избирательная комиссия номер 28 в поселке Красное разместилась в местном доме культуры. Здесь обслуживают жителей сразу трех населенных пунктов. Сюда же могут приехать избиратели из Куи и Осколково. Сегодня на участке ждут около полутысячи посетителей. Объясняем, как правильно заполнить бюллетень. То есть, на гомандатном можно поставить одну или две галочки, а в остальных по одной. Там пусть сами читают, они все грамотные, пусть разбираются. Жителям Приморско-Куйского сельсовета необходимо заполнить всего пять бюллетеней. По два за депутатов окружного собрания и Совета Заполярного района. Один за губернатора Ниньского округа. За соблюдением правил на участке следят два члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. То есть, наблюдатели, которые могут принимать участие в ходе подсчета голосов. Приходят люди, голосуют, то есть, интересно посмотреть, какая вообще явка, какая активность голосования. И вообще, интересен сам процесс голосования. Досрочно в Приморско-Куйском сельсовете проголосовало 107 человек. Как говорят члены избирательной комиссии, активнее всех на выборы идут люди старше 40. Но есть и молодежь, голосующая впервые. Поздравляйте. На вопрос, почему пришли на выборы, жители Красного отвечают просто. Говорят, долг выполняют. Я всегда хожу на выборы, это дело чести. Не потому, что учитель истории, а потому, что каждый из нас должен свою волю изъявить. Даже тайно. Не безразлично, кто будет власти, как мы будем жить дальше. Насколько активно будут голосовать жители муниципальных образований округа, вы узнаете из следующих выпусков новостей. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Эти выборы без преувеличения можно назвать главным политическим событием региона. Почти 33 тысячи избирателей, 9 партий и 140 кандидатов. В 8 утра по всему округу для голосующих открыли двери избирательной участки. 11 в Наринмаре, 40 в Заполярном районе, всего 51. Наша съемочная группа одними из первых побывала на крупнейших из них. Алина Ваучейская с подробностями. Для всех избирателей округа это очень ответственный день. Выбирают представители власти и местного самоуправления всех уровней. Депутатов окружного ЗАГСобрания и Совет депутатов Заполярного района, глав муниципалитетов, а самое главное губернатора Нейнского округа. На часах 8.00 и мы отправляемся на один из самых больших избирательных участков в регионе. Здравствуйте. Ну и как мы видим, избирательные урны готовы, наблюдатели на месте и мы ждем первых избирателей. Долго ждать не пришлось на часах 8.04, а Надежда Самойлова уже пришла выразить свою гражданскую позицию. За то, что женщина первой проголосовала, ей достался приятный подарок – обложка для паспорта. Ну, надо обязательно голосовать, надо, чтобы лучше жили, чтобы все было хорошо. И избиратели, которые выбрали, чтобы они свою работу выполняли. В 46-м избирательном участке пока не очень людно. Время 8.20 проголосовало около 10 человек. Нарушений нет, отмечают наблюдатели. Чтобы соблюдался порядок на избирательном участке, чтобы все шло как положено. Пока нет нарушений. Этот избирательный участок уникален тем, что проголосовать на нем смогут жители села-деревень, у которых нет возможности сделать это по месту регистрации. Правда, свой голос они смогут отдать только с губернатора. Для этого нужно прийти на избирательный участок, который находится у нас в здании КДЦ, написать заявление и проголосовать, чтобы мы включили в списки избирателей. После первого получаса работы избирательных комиссий поток голосующих увеличился чуть ли не вдвое. Такого ажиотажа на выборах не было давно, отмечают члены УИКов. На часах 8.40 на избирательном участке в первой школе выстроилась целая очередь из голосующих. Каждый осознает, выборы это ответственно. Почему ходите на выборы? Почему хожу? Вы считаете, что обязаны проголосовать, сделать свой выбор? Надо на выборы ходить. Я всегда хожу, в общем-то. свой голос надо отдать. Это же наше правительство было, так что надо. На часах 9.00 появляется и один из кандидатов в окружное ЗАГС собрание. Это действительно важнейшая идея для УКГ. Поскольку от того, как мы проголосуем, будет во многом зависеть наша жизнь в дальнейшем. А поскольку мы оптимисты, то мы считаем, что округ все равно будет развиваться динамично. Я думаю, что у округа большое будущее. Если вы по какой-то причине, будь то болезнь или плохое самочувствие, не можете прийти на свой избирательный участок, вы можете проголосовать на дому. Для этого необходимо до 14 часов оповестить по телефону свою избирательную комиссию. Уточнить номер телефона своего УИКа вы можете по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Алина Ваучейская, Николай Таратин, телеканал «Север». Отдал свой голос и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Игорь Кошин. Свой гражданский долг он исполнил на избирательном участке номер 45. Сначала глава региона пообщался с членами избирательной комиссии. Узнал, нет ли нарушений, какая на участке явка и сколько человек уже проголосовало. После Игорь Викторович зарегистрировался в списке избирателей и сделал свой выбор. Самое важное, чтобы потом не было мучительно, больно и не было возможности спинять на соседа, что что-то случилось не так. Дело в том, что каждый человек вправе определять не только свое будущее, но и своим голосом, своим вкладом определять будущее развития того региона, в котором он живет, того населенного пункта, села, поселка, города. Но в нашем случае всего субъекта. И смотрите сегодня в программе «Итоги недели» с Владимиром Томиловым. Выбираем будущее. Сегодня в России единый день голосования. В Ниньском округе ожидается небывалый ажиотаж, ведь выбираем практически всех и губернатора, и собрание депутатов, и городской совет, и совет заполярного района. Первые предварительные итоги всенародного голосования мы получим первыми и вам расскажем. Не пройти, не проехать. После весенней грязи и слякоти жители Наринмара в предвкушении осенней распутиться. Сколько еще мы будем плавать по дорогам и тротуарам, и почему построенные дренажные колодцы не работают. Екатерина Гончарова нашла всех, кто отвечает за благоустройство города и поинтересовалась, а будет ли когда-нибудь порядок в окружной столице. В тепле и уюте. Как работают в округе жилищные программы, кого переселяют из ветхого и аварийного, и почему не все рады такому переселению. Кто имеет право на субсидию, а кто не может ее получить из-за бюрократических проволочек. Олег Итанзейский узнал, кому в Наринмаре жить хорошо, а кому не очень. И рокировка полномочиями. Зачем муниципальные власти передают в окружной свои полномочия? Как это отразится на простых гражданах и на чиновниках? В нашей программе комментарии специалистов. Смотрите программу новости севера и итоги недели сегодня в 20 часов.